Всем привет! У микрофона Амортис, ну а это обзоры мобильных игр от Mopiori. Поехали! Сегодня у нас файтинг. Да не просто какой-то там сделанный на коленке непонятно кем файтинг, а творение от авторов Mortal Kombat'а, студия Netherrealm. Да и герои тут опять-таки известные, по крайней мере некоторые из них. Встречаем Injustice Gods Among Us с героями DC Comics. Назвать-то игру могли бы и покороче, я тут несколько дублей запорол. Да и честно говоря файтингом в полноценном понимании жанра наш сегодняшний пациент не является. Файтинг это когда комбо и прочая фигня, но давай по порядку. Сюжет. Здесь нет сюжета. Кто-то может возразить, что в таких играх он и не нужен, но в том же Mortal Kombat'е последнем он очень даже был, а поскольку эту игру делали те же чуваки, то отсутствие сторилайна лично я воспринимаю чуть ли не как халтуру с их стороны. Ну а вот визуально все происходящее не может не радовать. Начиная с менюшек и интерфейса и заканчивая собственно модельками персонажей, все прорисовано довольно красиво и стильно. Даже Flash, костюм которого я всегда считал почти таким же идиотским, как у Супермена, и тот прилично смотрится. Анимация боя тоже вполне убедительна. Чувствуются удары и двигаются герои так, как и должны двигаться герои. Круто так. Опасно. Собственно, геймплей представляет из себя сражение трое на трое. Три твоих чувака должны отмудохать трех врагов. Что местами довольно просто, а иногда приходится получить люлей. Враги, естественно, чем дальше, тем сильнее, и довольно скоро их уже просто так не побьешь. Приходится комбинировать своих героев, учитывая их сильные и слабые стороны. Кстати, есть прокачка персонажей, характеристики можно улучшать. Но и об управлении. Собственно, почему язык не поворачивается назвать Injustice Fighting? Тут все упрощено просто до безобразия. По сути, есть всего два типа ударов. Быстрые тапы и свайп в нужном направлении. И блок двумя пальцами. И все. И это хорошо и плохо. Почему плохо и так, ясно. А хорошо потому, что можно полюбоваться боем. Итак, минусы игры. Нет сюжета и слишком урезанное управление. Кроме того, игра free to play и довольно настойчиво намекает на донат. Плюсы. Все очень красиво и динамично. Динамика и анимация затягивают и заставляют забыть, что кроме них тут в принципе-то ничего и нет. Вот такая вот игра. На сегодня это все. Если обзор понравился, подписывайся на канал. Скоро будет еще. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mop.ua. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok